Мы уже выиграли грант и мы начнем реконструкцию, наверное, либо конец этого года, либо начало следующего года и будем там делать терапевтические отделения, гнойную хирургию будем делать, не подсказывайте, я все знаю. Гнойную хирургию будем делать и еще ряд отделений. Но самое главное, то, что мы будем делать на территории Центральной районной больницы, мы будем делать современное онкологическое отделение. Уровень востребованности жителей Украины и Запорожской области, не исключение, в онкологической помощи, к сожалению, с каждым годом растет. Украина на сегодняшний день находится в мировом порядке, страна, которая нуждается в качественной онкологической помощи, количество заболеваний растет. И Запорожская область, если я не ошибаюсь, входит в пятерку или в семерку областей Украины, которые на сегодняшний день в топе по заболеваемости онкологической. И было несколько вариантов. Это развивать онкологическую службу на территории, где сейчас находится наш онкодистанцер. Либо второй вариант – это создавать онкологическую службу на территории бывшей Центральной районной больницы. Абсолютно без всяких сомнений было принято решение делать это здесь по ряду причин. Первая – это концентрация медицинской помощи в одном месте. Это правильно. А второе – это на сегодняшний день онкологическая помощь нуждается в... Для предоставления онкологической помощи необходимо устанавливать современное оборудование для лечения линейными ускорителями. И на территории Центральной районной больницы мы разместим бункер для установки линейного ускорителя, чтобы оказывать качественную онкологическую радиотерапию. Это короткое развитие инфраструктуры. Но есть и следующее. Продолжение следует...